всем доброе утро у нас смотрите еще побольше снежка нападала я вечером снимала видео прям была такая красота такой новогодний настроение снег прям шел тихо-тихо все тут было запорожным снежком даже дорога сашулька проснулась увидела что снега много это пойдем гулять я говорю ну ладно пойдем гулять конечно что у нас тут на градусники а на градусники у нас сегодня плюс 2 градуса сейчас утром но днем немножечко потеплеет ведь какой резонанс вчера было минус 4 сегодня уже плюс 2 значит скоро наш первый снежочек растает у нас вообще в москве такая вот погода значит снег вообще как бы морозит все потом идет плюс этот снег тает начинается слякать потом опять морозы вдаривают и мы катаемся прям на этом льду этот круговорот такой в природе поэтому ладно будем наслаждаться тем снежком который у нас выпал пойдем может быть погуляем красота нравится конечно здорово я на готовке как всегда у меня манная каша сегодня потом у меня сегодня будет помпорт моя закваска хлебная сейчас я ее замешаю тесто будет сейчас покажу поближе потому что все таки темновато еще вот эти вот точки то есть это значит что она бродила красота моя любимая заквасочка пахнет прям хлебушка вот из нее я буду делать уже тесто и печь хлеб так что закваску я вывела с горем пополам у меня все это получилось ну что ребятки в итоге я она пошла на улицу сашулька где мы не захотели потому что какой-то дождь идет изморзь какая-то непонятная смысла гулять нету мне магазин нужно идти пойду пробегусь быстренько по снежку потопчу по снегу так ребят на что я вышла действительно идет вот то ли снег то ли градины какие-то падают и конечно неприятные изморзь идет так вот вам не видно наверное на камере хорошо что гулять сашулька не пошла что если бы снежок то конечно здорово потоптать она хотела когда вот тут вот непонятно что идет с неба не очень-то приятно в такую погоду гулять потому что еще знаете вот как будто это градины какие-то висит смотрите какой стенд татьяна навка представляет лебединое озеро балет лебединое озеро балет на льду не знаю насколько это все будет или не будет потому что я хотела сашульчике купить билеты на елку ну чтоб новогоднее настроение все-таки мы позапрошлом году ходили я очень понравилась прошлом году сидит пандемии все отменили ничего не было а сейчас я даже не знаю как покупать и вообще будет ли продают билеты цирк цирковое подставление то есть она любит животных ей бы понравилось но опять же все под вопросом будет ли или не будет обнадеживать ребенка и потом говорит ты знаешь представление отменили как не очень хочется поэтому наверное в этом году мы тоже елочкой пролетаем очень надеюсь что в следующем году все это закончится и мы будем жить уже прежней жизнью потому что нужно поднадо я вот эти вот ограничения никуда не выйти никуда не сходить зеленый травка растет боже мой как ее жалко прям снег лежит она прям зеленый зеленый там только выбилось это знаете на 10 перекапывали и здесь была дорога и потом они видимо ее но мы на даче были я не следила за этим и они видимо ее землей засыпали то есть и посеяли вот траву и вот уже тут травы нету там уже все а вот тут она прям потому что сели они где-то и в сентябре вот тут она прям пробилась не растет и так жалко и и конечно снег уже лежит такая вот зелененькая травка тут вот уже нету вот такая же видите уже желтоватая там вот там зеленая зеленая только ее туда засадили так у меня включился светофор все я побежала вот тут уже я не знаю засыпали здесь или нет вот этим как они любят порошком этим сыпать после которого все вся обувь убита в хлам у нас уже около подъезда там насыпаны только я не знаю что они там засыпали то что снег такового еще нету такой наледи нету но уже не знаете реагент вот этот отсыпок вот видите 11 декабря елка дарящих надежды выставках пристройство собак и кошек домой вот объявлений то они повесили плакат повесили а будет ли это выставка что я пришла с улицы но давай смотри обновки давай сначала тапулечки бери тапки до тапки купила специально для сашки чтобы она ходила на занятия дополнительно то что ей там холодно как вы знаете эту сменку в туфлях холодно в кроссовках холодно ноги мерзнут классные тапки вот такие тапочки можно глянуть я думала буду надевать ну давай надевай очень хороший мягенький такие да смотрите внутри такая пандочка прошиты все меховушечки меховушечки ножкам будет тепло они как уги маленькие написано что тапочки можно для улицы давай дочь садись одевай нет я сама бабочка вот так вот наверно чуть-чуть они померлись ничего страшного они такие да чуть-чуть великовато они конечно великовато ну да ну там еще этот мех да поэтому я взяла так вот одесса удобно одевается да нравится классный бы посмотри вон зеркальце на себя мне нравится классные ботинки такие тапулечки сашка выбрала розовый я посоветовала серого так что куртку которую мы вчера мерили кома я перезаказала побольше размер 140 вот решили на не остановиться на самом деле вообще нету зимних вещей уже все раскупили мы вот видим опоздали вот такую курточку мы заказали сейчас будем мерить она конечно большая но на выросты я не люблю когда все это притык я люблю когда немножечко побольше поэтому попку закрывала да тут еще самое интересное подмышки тут вот так прошито ну скажем давай но мы ни разу ком не заказываем и обычно бы в кому заказать да они курточку делать да не задувала на резиночке чтобы не задувала подкурт вообще тут прикольно сделано подписывать тоже имена есть чтобы ребеночек не потерял они тут не подписывайтесь нет нет вот подписывать есть вот она вот подписываться ну че сашу надевай понятно еще на футболку там еще кофта будет отлично смотри сосульчика как тебе вообще отлично вообще нормально отлично ну конечно большевата да но чуть-чуть ну и на зиму извините но смотри вот она красотка наш случае побольше здесь вот и попочка она закрыта леггинсы утепленные сосульки смотрите какие они значился а внутри начался до теплый можно приложить но я думаю что они большие будут потому что я заказала на четырнадцать тринадцать лет они гадмином маломерный бы да не ничего вроде бы да такие натянутся но можно даже померять ну давай померим саша то вдруг мне надо ждать папка тебе до самого пупа натянул а отлично тройняшка тройняшка сашка похудела на полтора килограмма ну как тепленько нигде не жмет нормально нормально ну нет у тебя еще тут есть место хорошо ну хорошо тепленькие чтобы этот да поддевать отлично теперь нам остались только штаны куртки нужно будет еще штанишки купить папе ботинки держи папулечка там тебя не удивишь потому что у тебя такая же модель точно сейчас была распродажа осенне-весенне все главное нужно сразу вынимать иначе потом тяжело будет вот он какой получается на заклад давайте переверну красота черный-черный хлеб сейчас мы смажем его чтобы корочка была блестящая можно конечно воду с крахмалом чтобы знаете она такой блестела на я уже так просто водичкой вот сейчас не будем резать уберем закутаем полотенчик и все они будут настаиваться на закваске которую я выводила парочка ну все наш хлеб готов сейчас постоит остынет и можно будет уже кушать очень вкусно получается поэтому рекомендую заморочиться вывести закваску конечно мне очень много на это время не ушло но поверьте она того стоит вот дима сказал что тысячи раз лучше чем магазины этот хлеб получается без дрожжевой дрожжей там металл просто закваска мука и золото еще добавляем вот похоже может быть покажем когда будем резать как разрезе все выглядит он очень вкусно мы уже не распекли ну что давайте открываем прошло уже где-то часа три наверно все тут остыло вот единственно немножечко потрескался но красиво сейчас наборка его отрежет покажет покажем разведи смотрите вот такие вот пористая красота он так вот мягкий шпажми что он выпрямляется очень хорошая чем эти части я бы только вкусный очень но попробуй кусочек да очень вкусно вкусный я немножечко там технология поменила побольше соли добавила и немножко выпечку мне кому-то что так вот не скажешь что сам человек вот пекарни сделан но печать от ведь от магазина вода смотрите ручный черный хлеб так что после этого хлеба магазины уже есть не невозможно но мы уже вот и перешли на такой хлеб потому что не чувствуется вообще любой вкус сейчас еще белый будем печь бездрожжевой и все и можно переходить тогда на свое производство сейчас покушаем уже такой мини ужин у нас будет ладно ребята огромное спасибо всем за просмотр будем с вами прощаться всем до скорых встреч пока 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 пока